Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вообще текст вопроса достаточно большой, объемный. Но в общем и целом одно, что мужчина ничего не делает по дому. Мужчина ничего не делает по дому, требует, чтобы делала автор вопросов. А вот считает, что не мужское дело мыть посуду, контейнеры и так далее. Автор вопроса говорит о том, что мужчина покорил ее своей уверенностью, взглядами на жизнь, желанием создать семью, уверенностью. Еще автор вопроса работает, но мужчина как бы не воспринимает ее работу. Считает, что она дома работает на дому и соответственно ей легче. Ну собственно автор вопроса просит совет. Проблема, пожалуй, в том, что не дают психологи совет. А вы не задаете вопроса. То есть понимаете, совет это история про то, что мы берем ответственность за вашу жизнь. Этот совет. И мне кажется, что вот это глобальная ваша проблема, что вам тяжело. С вашей собственной ответственностью, а у вас с ней, с вашей личной ответственностью непростые взаимоотношения, вы чувствуете себя несколько незащищенно и в мужчине ищите защиту и надежность. Именно поэтому выбрали такого мужчину. Но правда в том, что надежность и защиту вам нужно давать себе самой самостоятельно. А не через кого-то. Когда вы сказали, что мужчина привлек вас. Значит вот я сейчас это зачитаю для точности. Значит покорил меня своей уверенностью, надежностью, желанием создать семью и своими взглядами на жизнь. Вот кроме своими взглядами на жизнь, где могут в принципе проявляться какие-то ценности вашей общей. А что еще между вами общего, кроме того, что вы в нем видите то, чего не хватает вам? То, к чему стремитесь вы? Что еще? Вот она, корень проблем. И это не решается советами. Это решается индивидуальной работой с вами. Идем дальше. Идем дальше. Вы пишете про то, что когда начали жить вместе, не было никаких бытовых проблем, только незначительно. И мы радовались, что все на лайте, полное взаимопонимание. Я, насмотревшись лекции психологов-коучи, вдохновился, старался встретить себя как женщину мудру. Вопрос. Зачем? Нет, нет, ну вот серьезно. Зачем? Зачем вам бы смотреть лекции психологов и коучей в отношениях, где у вас, извините, пока еще все хорошо? Что это как не тревожность? Что это как не страх ваш? То есть, ну, чего-то вы боитесь. И что это как не сверх мотивация? Сохранить отношения. Дальше. Вы научили себя предавать, когда стали вести себя так, какой вы не являетесь. И, естественно, мужчина начал также предавать вас, если вы себя предаете, почему он не может это делать? Если вы себя ломаете, почему он не может вас ломать? Так что, это вопрос, опять же, на индивидуальную работу. Потому что вот эта тревожность связана с желанием предупредить, с желанием быть не той, кем вы являетесь. Очень показательно и очень тревожным в этом смысле. Ну, а то, что вы описываете, это абьюзинг. Это абьюзинг, наверное, в классическом смысле этого слова. Вы ведете себя по отношению к мужчине, как родители, как жертва, он ведет себя по отношению к вам, как капризный ребенок. Вот. И, соответственно, вы терпите, вы терпите, вы стараетесь быть мудрой, хотя мудрость ни разу не в этом, ни в том, что вы описываете. И в итоге взрываетесь и недовольны сам. Вот. Конечно, это проблема личных границ. Ну вот, как бы то, что вы описываете, это большая проблема личных границ. Потому что у вас с ним беда, вот, и беда с коммуникацией. То есть вот, ну, коммуникация, в смысле вот, конструктивная коммуникация. Вот, ее, ее у вас, ну, что называется, ну, попросту нет. Вот. Как мне показалось, из, ну, из вашего текста я, конечно, могу ошибаться, да, но вот, как мне показалось, коммуницировать вы не можете, потому что вы ему что-то объясняете, а вы их объясняете, объясняете, объясняете. Вот. Но это же родительская позиция. А ласка кучает да ест. Понимаете? Вот. Ты сам послушал какое-то время по делу, чтобы вы успокоились. А дальше, как бы, опять все с начала. Вот. Это классическое поведение ребенка. Вот. Понимаете? А дальше. Ну, вот, помимо того, что вы делаете на него, вы пишите, что он, может, откладывать все должны я. Нет, не должны. Но, понимаете, это будет начало. Не оборваться на своих четких границ, что я буду делать, что я делать не буду. То, вот, как бы, ваши границы будут нарушать. Это первое. Второе. Вы говорите, что хочется, чтобы в семье все было хорошо. Снова. Снова. Плазка кучина в семье. Понимаете? Причем, в скобочках вы пишете, когда стали прокатать, вы говорите про детей. Пока не детей. То есть вы собираетесь детей за вас. Ну, просто на нем. А вот вы видите, как человек к вам относится, видите, что вы сами закопаете, видите, что атмосфера напряженная. И сегодня вы проведете совет. Ну, вот. Мне задаете вопрос. Имеете те проблемы, которые я описал, то есть недостаточную опору на себя, потребность защиты, проблемы с наценкой личной границы, желание угождать, ну, как бы, и через угождение, значит, как-то вот обеспечивать себе стабильность. И вы хотите детей с этим человеком? Нет. Может быть, он хороший. И вы хорошие. Но если вы понимаете, что это не здорово, может быть, хотя бы, хотя бы сказать вашему мужчине, что, ну, давай на... Семейную терапию пойдем, например. Ну, как вариант. Вот. Вы поймите, что мужчина все устраивает. Абьюзера всегда все устраивает. Вот. Он... Ну, как бы... Меня всем. А зачем? Вот. Может быть, даже он с вами только такой стал. Потому что вы начали пытаться подстраиваться. Вы же изначально пытались подстраиваться. Вот. 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 В принципе, когда вы по-хорошему просто что-то делаете. Да? Это про него. Вы говорите про него. Вы даете ему... Ему внимание. Таким образом. А говорить нужно про себя. Вот. Говорить нужно про себя. Говорить нужно про себя. С первого лица. Понимаете, да? Вот. Ну, так вот. А вы пишите. Это слово должен меня убивать. На наруч. Все нет желания что-либо делать. Считаю, что ты должен. Это правда. Но. Вы сами начали это делать в начале отношений. Когда пытались поступать. Поступать мудро. Вы сами это делали. Только пока вы сами себя ломали, да? Вас все устраивало. Пока вы сами себя ломали. Как только это перенял, ну вот, другой человек. Другой человек. Вы говорите, что это должен все убивать. Понимаете? Какая штука. И это, я бы сказал, показательное. Что это именно, что показательное. Это история про то, как вы себя относитесь. Это история о том, как вы себя воспринимаете. Да, но. Вы пишите, что у вас работа очень тяжелая. И работаете. Ну, работаете вы. По сути, получается ковидин без выходных. И можете работать очень подолго. Что это, как не то же самое. Не та же самая модель победения, что и в отношениях. Только смерть сфера другая. А победение тоже самое. Вы так же, вот, свои границы не защищаете. Вы так же, как бы, ну, пропускаете то, что вам, ну, хочется. То, что вам не хочется. Вот. Вы пропускаете то, что вам не нравится. И так далее. Работаете не вновь. По сути. Так, а чем же это отличает? Вы на работе организовали себя так, что вы работаете не вновь из последних сил. И в личной жизни у вас, по сути, то же самое. И в этом смысле. Здесь, как мне кажется, все вполне незакономерно. Поэтому проблема, она более глобальная. Куда более глобальная, чем, ну, то, что выдумывается. Вот. Дальше. Объяснял по-хорошему. Ну, это я уже говорил, что объяснял не работал. Значит. Далее вы пишите очень странную вещь, что, значит, вы говорите, что мужчина не замечает, когда женщина что-то делает, а когда, наоборот, она этого не делает. Я сказала, что мужчина может предъявлять требования только в том случае, что она предпочитает семью. То есть, ну, безусловно, вы, как говорите, говорите о том, что, в принципе, вообще-то, вы готовы к тому, чтобы быть бесплатной домработницей, да, не работать, не развиваться, например, если вас обеспечивают. Так получается. Или если вас убедить в том, что вас обеспечивают. То есть, вот такое отношение человека к вам допустимо, если он обеспечивает вас. Правильно. Я понимаю. Дальше. Вы говорите. Если бы я меньше зарабатывал, то была бы счастлива, ведь мой мужчина зарабатывал бы больше меня. Вот я прямо процитирую, процитирую. Может быть, проблема в том, что при его хороших запах до нашего правительного города он получил два раза выше среднего, а я получаю ещё больше, чем он. Может быть, если бы я получала как среднестатистическая девушка, мне бы казалось, как здорово. Мой мужчина так хорошо зарабатывает, так успешно смотрел бы на него по-другому. Вот. Откуда у вас такое желание видеть свою ценность в другом человеке? Откуда такое желание оперется на успешность мужчины? А я откажу откуда. Оно из-за того, что вы обесцениваете себя. Вы много работаете, чтобы доказать, что вы хороший, достойный сотрудник. Наверное, вы полагаете, что не достойных денег, которые зарабатывают. Я думаю, что именно поэтому вы читали психо, потому что боялись быть плохой женой. Понимаете? Поэтому старались переступить мудро. иными словами, вы обесцениваете себя и пытаетесь оперяться на мужчину. Отсюда вся эта история про деньги. Отсюда вся эта история про успешность и так далее. Вот, собственно говоря, с этими моментами нужно работать. Дальше. Вы пишите, не могу понять смысл проживания со мной, но вообще создание семьи в случае, когда все ворвало на кого-то одного. Где все равно, там должна я. Это правда. Но вам необходимо взять личную ответственность за то, что происходит. Происходит то, что вы сами на себя свалили. Вы показали и научили человека, как с вами строить отношения. Но если показали, если научили, почему-то, почему нет, тогда в таком случае. то есть все раз вам необходимо смотреть на эту ситуацию с позиции личной ответственности. Личной ответственности. Он на позиции того, что вы во всем обвиняете мужчину. Ваша машина, он такой, какой он есть, а вряд ли он, ну, может измениться. И это нормально. Но повторюсь, его все устраивает, а вас нет. Значит ваша задача заключается в том, чтобы начать меняться. Ну если, если вот вас не устраивает то что-то, а так получается, что у вас у самой были ожидания, они не оправдались. Вы расстроены, что они не оправдались. И пребываете в расстроенных ситуациях. А мог ли мужчина, например, вообще дать вам то, на что вы рассчитывали, например, и чего вы хотели. Это большой вопрос. Прямо что. Совершенно. Совершенно. Не факт. Совершенно. Не факт. Не факт. Что мужчина мог изначально быть тем, и, собственно говоря, кого вы хотели вывидеть. Вы инвестировали в вопрос, почему многие женщины ищут защитников, а находят абдитеров. Почему так? Я вам скажу. Дело в том, что женщины, которые еще защитник, они начинают угасать. Они выбирают сильных, уверенных мужчин, надежных, как им кажется. Но это всегда есть и обратная сторона. Отсутствие чувственности, эмпатии. Понимаете? Но на эту сторону вы не обращаете внимания. Задумайтесь, почему самый главный мужчин для надежности, уверенности и так далее. Спросите себя об этом. Думаю, что если вы на эту тему как следует поразмытиться, если вы хотите реально изменить свою жизнь, я думаю, что вам не составит труда докопаться до правды. Это можно сделать как с хугликом, это можно сделать так и по-настоящему, но по-настоящему, поэтому будет по-флажнее, конечно. Но в целом я не думаю, что вы не справитесь, потому что, На мой взгляд, интеллект вас более чем позволяет сделать то, чем я говорю. Вот как-то так, не знаю в данном случае, на что вы рассчитывали, не знаю в данном случае какой помощи вы хотели. Надеюсь, что эту вот информацию, которую я вам предоставил, эта информация поможет вам разобраться в себе и даст вам необходимую пищу для размышлений. Я вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь в помощь сегодня, если мужчина не считает это проблемой. И вдвоем, если мужчина тоже готов работать над отношениями. Мы геного съемок нам.